У прекрасной розы множество значений. Красота, нежность, а также дружба, радость и новые начинания. Именно по этой причине выбрали это растение 11-классники 31-й школы. Розовые кусты – подарок учебному заведению. С каждым годом они будут крепнуть, расти, а цветки будут становиться все прекраснее, как и те, кто их посадил. Растение – это продолжение жизни. Мы уходим, к сожалению, из школы. Мы, к сожалению, покидаем стены. Но мы решили оставить такой подарок, потому что растение – это живое. То, что будет всегда расти, то, что будет напоминать о нас. И мы решили именно эту аллею роз открыть, аллею розали, для того, чтобы мы оставили след, то, что мы все равно есть в этих стенах школы, то, что мы не уходим. Мы всегда возвращаемся и есть наши часички. Это здесь всегда. В преддверии последнего звонка и экзаменов ребята волнуются и с грустью говорят об уходе из любимых стен. И грустно, и волнительно одновременно, и все равно чуть-чуть и радостно. Но, наверное, все-таки больше тревожно перед экзаменами. Неохота с школой прощаться, детство заканчивается. Поэтому смешанные ощущения, в общем. Почему больше всего будешь скучать? Да, знаете, по многому. По всему, наверное. По всему этому времени беззаботному, который уже, наверное, не вернешь. По друзьям, по учителям. Много хорошего было за эти годы. Вместе с родителями и учителями каждый одиннадцатиклассник посадил свой розовый куст. Аллея Рост теперь станет традицией для школы. Все выпускники будут пополнять розарий и оставлять частичку себя на долгую память. Я к этой идее отношусь очень положительно, потому что я по специальности учитель биологии. Я связан, конечно, с этими акциями много лет подряд. И учу детей вот именно любить нашу природу, лечь ее, украшать. И действительно, вот эту акцию я поддержал с удовольствием, потому что наши выпускники оставят свой след. И мы будем долго-долго помнить о них, потому что среди них очень хорошие дети есть, которые являлись участниками многих Олимпиад. Также воспитанники школы посадили цветы и поучаствовали в акции «Сад. Связь поколений». Ее основная цель – забота о природе, сплочении и единении. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.